Следующий вопрос волнует многих мусульман. «Как я могу понять, простил ли меня Всевышний Аллах?» И ответ бывает отражён состоянием имана. Пророк А.С. говорит, «Тот, кого радует его благодеяние и печаль от грехи, тот верующий». Сам факт того, что человек обеспокоен о своём грехе и о том, простил ли его Аллах, уже является хорошим признаком. В Коране и Сунне отмечаются такие термины, как «истихфар» и «тауба». Люди обычно предполагают, что эти слова – синонимы. Однако если мы будем разбирать эти понятия, то обнаружим, что в них есть разница. В Священном Коране говорится об обращении пророка Худа А.С. к своему народу. «О мой народ, просите прощения у вашего Господа, а затем покайтесь перед Ним». Когда мы объединяем в себе эти два качества, это признак того, что Аллах нас простил. «Истихфар» – это обращение с мольбой о прощении к Всевышнему Аллаху за содеянное. А «тауба» – это сожаление и обещание Аллаху не возвращаться обратно к грехам, и оно обязательно для совершившего грех. На это есть прямые доказательства из Корана и Сунны, и нельзя откладывать покаяние, ведь мы не знаем, когда к нам придет смерть. Абдулла бин Салаба говорил, «Ты пляшешь, смеясь, однако может случиться и так, что саван твой уже появился у продавца саванов». Каким должен быть истихфар? Это простое устное заявление и устное извинение. Нет, смысл истихфара более глубокий и высокий. Аллах в суре «тауба» рассказывает о положении трех сподвижников, покаяние которых было отсрочено, по причине того, что те не приняли участие в битве при табу, троих оставшихся позади в принятии их покаяния. Так что земля показалась им тесной, несмотря на ее просторы. Их души стали тесными от их печали о том, что их покаяние не принимается, и они не могли найти радость ни в чем, и они поняли, что им негде укрыться от гнева Аллаха, кроме как у него. Затем он простил их, чтобы они могли раскаяться. Поистине, Аллах принимающий покаяние, милующий верующих. Абу-Бакр-Аль-Уарак говорил, «Основа покаяния заключается в том, чтобы земля стала тесной для кающегося. Кающийся должен искренне испытывать вину. Это не должно быть машинальным и бессознательным обещанием, после которого человек будет упорствовать дальше в своем грехе. Иначе это не тауба. Всевышний не отвечает на мольбу небрежного и невнимательного сердца. Это первый момент. Второй – это то, что те сподвижники поняли, что им негде укрыться от гнева Аллаха, кроме как у него самого. Затем Аллах простил их. Этим и прекрасно то, как прощает Всевышний Аллах. Если просить прощения у человека за причиненный вред, нет гарантии, что он простит. А если даже простит, то он может затаить обиду. В лучшем случае человек простит, но отношения не будут прежними. Всевышний Аллах сказал, «О сын Адамы, поистине я буду прощать тебя, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил, до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко мне и надеяться на меня. О сын Адамы, если совершишь ты столько грехов, что достигнута не туч небесных, а потом попросишь у меня прощения, то я прощу тебя. О сын Адамы, поистине, если придешь ты ко мне с таким количеством грехов, что они заполнят собой чуть ли не всю землю, но встретишь меня, не поклоняясь наряду со мной ничему иному, я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи». Когда Аллах прощает своего раба, тот не только избавляется от гнева Всевышнего, но и бывает охвачен его любовью. Поистине, Аллах, аль-вадуд, любящий, Аллах любит кающихся и покаяние приближает раба к его Господу. Рассказывается, что однажды к пророку, алей-иссаляту вассалям, пришел один человек и трижды воскликнул, «Сколь велики грехи мои!» И по его голосу было ясно, что он искренен в своих словах и чувствует тяжесть от своих грехов. На это пророк, алей-иссаляту вассалям, сказал ему, «Скажи, о Аллах, твое прощение шире, чем мои грехи, а на милость твою, я надеюсь больше, чем на свои дела». И он произнес эти слова, после чего посланник Аллаха, алей-иссаляту вассалям, сказал ему, «Повтори!» И он повторил. Затем он снова сказал ему, «Повтори!» И он снова повторил их. После чего пророк, алей-иссаляту вассалям, сказал ему, «Вставай, Аллах простил тебя!» Тот, кто совершил грех и покаялся, будто никогда не совершал грех. И так есть условия покаяния. Первое из них – искреннее сожаление. А искренним оно будет тогда, когда человек, вспомнив о своих грехах, плачет и не находит себе места. Чтобы у человека было искреннее раскаяние, он должен осознать вред совершенного греха и знать, какое наказание следует за этот грех. И все грехи наносят вред. Делая таубу, нужно раскаиваться во всех своих грехах. Некоторые люди говорят, что покаялись, при этом могут рассказывать и хвастаться о своих грехах. Это не покаяние, иначе человек стыдился бы рассказывать о них. Еще один момент, который следует отметить, бывает такое, что человек оставляет грех не из-за раскаяния, а по причине того, что у него исчезла возможность совершать этот грех. Приведем пример. Есть некий человек, который работает в магазине, и время от времени, пользуясь доверием хозяина магазина, может воровать товары либо деньги. Хозяин, заметив это, увольняет работника. У работника исчезла возможность воровать, и он перестал совершать грех воровства. Но если бы у него была бы возможность, то он продолжил бы этот мерзкий поступок. Тут нет раскаяния и оставления греха ради Аллаха. Другая ситуация. Есть старая женщина, которая в молодости занималась прелюбодеянием, со временем ее красота завяла, и ушла возможность совершать прелюбодеяние. Совершение греха остановилось, после чего она раскаялась. Но оставление греха случилось по причине того, что больше нет возможности прелюбодействовать. Такое покаяние не принимается. Однако, если человек лишился возможности грешить, затем искренне раскаялся, и при возможности вновь грешить, он не склонился бы к греху, то, иншаллах, такое покаяние будет принято. Второе условие. Твердая решительность не возвращаться больше к грехам. Затем, вслед за грехом, совершать благое деяние и пытаться возместить упущенное. Если грех был связан с нарушением прав людей, то необходимо возместить им нанесенный вред. Нужно попросить прощения у человека. Если был нанесен материальный вред, то возместить их. Однако, если вследствие признания греха перед человеком возможно возникновение фитны, то лучше не говорить человеку об этом, а вместо этого делать дуа за него, давать садока от его имени и пытаться хвалить его там, где говорил о нем плохо. Третье условие. Надежда на прощение Аллаха. В хадисе говорится, поистине, Аллах Всевышний говорит, «Я поступлю со своим рабом так, как раб мой думает обо мне. Если он думает обо мне хорошее, то поступлю с ним хорошо, а если думает обо мне плохое, то поступлю с ним плохо». Нужно надеяться на милость Аллаха, помня о его наказаниях. Некоторые люди греша оправдывают себя, говоря, «Аллах милостив, Он простит мне и этот грех. Главное, у меня есть иман, а уверовавшие не остаются в аду навечно». Это не надежда на милость Аллаха, а издевательство. И кто может дать гарантию на то, что постоянная греша, человек не потеряет иман. Аллах одарил нас таким великим ниаматом быть мусульманином. И не подходит для обладателя такого ниамата считать себя достойным грехов. Не нужно думать, что какой-то грех маленький и незначительный. Это ловушка от шайтана. Ты, мусульманин, знай свою цену, не поддавайся на такой глупый обман. Не продавай свой охрат ради бессмысленных вещей. Разве ты не понимаешь, что Аллах все видит? Разве ты думаешь, что ты будешь жить вечно? Разве ты не веришь, что за все будет спрос? Откуда у тебя появилась стопроцентная уверенность в том, что ты успеешь покаяться и что Аллах простит тебя? Разве ты не боишься Аллаха? Разве тебе не стыдно ослушаться Аллаха, который создал тебя и одарил тебя каждым благом, которое ты имеешь? Прошу Аллаха дать нам возможность искренне покаяться и не возвращаться больше к грехам. И прошу Аллаха простить нас за наши грехи. Дорогие братья и сестры, отчитайте себя, вспомните о своих грехах, сделайте намаз покаяния и не возвращайтесь больше к грехам. В заключении посоветуем вам другие наши видео для понимания ценностей стихфара и практические советы по избежанию греховного. Ассаляму алейкум и рахматуллахи вабаракатуху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова